Партия борется за власть Это как в жизни. Пока ты чего-то достигаешь, то это требует одних качеств. Когда ты уже этого достиг и пытаешься это все удержать каким-то образом, это требует совершенно иных качеств. То же самое произошло с партией большевиков. Понятно, что это была первоначально достаточно небольшая группа людей, единомышленников. Часть из них работали в России, часть из них работали в эмиграции. Они были объединены определенными связями и традициями подпольной работы. Они боролись за власть в достаточно сложных условиях, противостоя большому и сильному государству. И победив в революции и гражданской войне, они утвердились в качестве единственной правящей партии, стали вождями страны. И вот наступило то время, когда они начали между собой выяснять отношения. Это, конечно, происходило на фоне изменения общих в партии. Потому что понятно, что когда партия стала правящей, к ней обратили свои взоры многочисленные, так скажем, попутчики, которые ранее, может быть, и не очень разделяли ценности большевиков. Но теперь, увидев, что большевики стали правящей партией, они решили как бы воспользоваться этой ситуацией, в интересы собственной карьеры. А большевики поощряли, между прочим, этот процесс. И проводились массовые такие призывы в партии, которые назывались ленинскими призывами. Речь шла о огромном количестве людей, десятки, сотни тысяч человек призывались, поступали в партию вот в таком несколько облегченном даже часто порядке. Особенно, если они были рабочими по происхождению. И вот таким образом и сложилась ситуация, которая сложилась после Гражданской войны. Ее можно охарактеризовать тремя такими признаками. С одной стороны, партия прошла очень сложную и, можно сказать, приобрела сложную, сложный путь и приобрела некий такой негативный опыт ожесточеннейшей борьбы за власть. Это, конечно, не способствовало улучшению нравов самой партии. Люди ожесточались, становились более привычными, так скажем, каким-то методом насильственным. С другой стороны, сформировалось некое руководящее ядро партии, которое было готово после завершения войны к выяснению отношений между собой, кто, что называется, главный. И, с третьей стороны, партийная масса, которой стало слишком много, она уже, конечно, не имела такого влияния на своих вождей, она не могла как бы противостоять каким-то личным, может быть, амбициям своих вождей, потому что она просто была не очень опытной, не имела особых прав, и партийная демократия становилась все более и более формальной. То есть почти все уже решалось наверху, в лучшем случае на уровне ЦК, а часто на уровне таких более узких комиссий, руководящих, как политбюро, оргбюро, какие-то узкие совещания советских вождей. Формально партия строилась таким образом. Съезд был ее высшим руководящим органом, центральный комитет был органом, который выбирался съездом и в промежутках между съездами решал все вопросы. А вот центральный комитет избирал руководящие узкие группы, которые назывались политбюро, то есть ту группу, которая руководила политическими делами, организационное бюро, то есть это вопросы партийного строительства, назначения кадров и так далее, и секретариат, который в принципе до определенной степени должен был вести такую подготовительную работу, готовить повестки дня, заседания политбюро, оргбюро, заниматься ведением делопроизводства, следить за выполнением решений ЦК и так далее. И достаточно быстро обнаружилась тенденция, которая вероятно и должна была обнаружиться, в силу того, что партия стала уже большой и в ней появились новые люди. Тенденция была следующей. Вот эти вот органы власти коллективные, как Сиест и ЦК, все меньшую и меньшую роль играли. И наоборот, вот эти вот органы, которые формально были им подчинены и должны были действовать по их указаниям, играли все большую и большую роль. И таким образом вот образовывалось такое, если хотите, олигархическое руководство в партии. Но это такие процессы, которые характерны не только для большевистской партии, но и для многих других партийных структур. И вообще для любой ведомственной бюрократической структуры. Должность Генерального секретаря партии как раз и в значительной степени отражала вот этот процесс, о котором я сказал. То есть процесс сосредоточения реальной власти в руках вот этих русских групп, руководящих вот этих вот олигархов. В принципе, секретарь ЦК партии это долгое время, ну вернее долгое преувеличение, в течение нескольких лет, это достаточно техническая должность. То есть это человек, который должен был заниматься разного рода техническими проблемами, следить там, условно говоря, за делопроизводством, за рассылкой постановлений, следить, контролировать отчетность по этим постановлениям и так далее. Поэтому некоторое время во главе секретариата даже стояли, ну так прямо скажем, фигуры не первого уровня. Потом эта должность стала принимать все более такие... Секретарь ЦК приобретал все больший вес и власть. И все закончилось тем, что вот назначение Сталина, то есть члена политбюро уже, генеральным секретарем, знаменовало собой превращение этой должности в достаточно существенную и важную. Речь, конечно, шла не о том, что он как бы становился руководителем и лидером партии. В партии был в то время единственный лидер, это Ленин, хотя он не занимал партийных постов. Но Сталин, как генеральный секретарь, это вот представочка генеральная, она как бы знаменовала собой, что он уже не просто секретарь, а он секретарь, облеченный не только техническими, но и определенными политическими полномочиями. Вот он как раз должен был заниматься тем, что готовить вопросы для рассмотрения на политбюро, оргбюро. Он должен был заниматься кадровой работой, что, конечно, имело принципиальное значение, потому что мы с вами понимаем, что назначение кадров – это вообще важнейший рычаг политической власти в любой системе. И вот Сталин получил вот эти вот преимущества, которые эта должность знаменовала и давала, но вместе с тем нужно все-таки понимать, что это еще был, по крайней мере, первоначально период коллективного руководства. И некоторое время это был период, когда существовал единый общепризнанный вождь Ленин, сначала как реально действующий политик, а затем как некий символ, который тоже, в общем-то, как бы сдерживал политические страсти. Ленин, конечно, играл колоссальную роль в партии большевиков, потому что, во-первых, он был ее создателем, был ее лидером и общепризнанным вождем. Поэтому-то, строго говоря, он не занимал никаких должностей, собственно говоря, в самой партии. Он был вождь. И его должность основная, это была должность представителя правительства. И вот эта вот ранняя, между прочим, система политическая большевиков, которую Сталин потом будет воспроизводить уже в 41-м году, и потом, кстати, от нее откажутся, потому что у нас начнется период, когда именно генеральные, первые секретарии генеральной секретарии начнут играть ведущую роль. Но вот ленинская модель, она подразумевала то, что именно лидер правительства, руководитель правительства является одновременно и руководителем государства, и руководителем партии. Поэтому роль Ленина, конечно, была центральной. Но при этом ленинские позиции политические, они подразумевали существование вокруг него достаточно сильных партийных деятелей, руководителей, прошедших вместе с ним подполье, или там работавших вместе с ним в эмиграции, потом боровшихся за власть в годы Гражданской войны. То есть тех руководителей, которые были, конечно, как бы ниже него рангом с точки зрения политической, но тоже считались вождями партии. И вот это все называлось коллективным руководством, на самом деле. И вот Сталин был одним из членов коллективного руководства. Что это означало для самого этого коллективного руководства, которое, в общем, практически держало в своих руках власть в партии? Это означало то, что у них был вождь, и вся их, ну так скажем, борьба между собой, и все их согласования каких-то вопросов и разногласий между ними должны были исходить из того, что в партии в стране есть такой вождь. И никто из лидеров, входивших в это коллективное руководство, конечно, при живом Ленине, и даже уже при недееспособном Ленине, потому что в определенный период он сильно очень заболел, а никто из них не мог помышлять о том, чтобы занять его место, по крайней мере, до 1924 года, пока он был жив. И Ленин тоже, собственно говоря, будучи человеком достаточно властным, амбициозным и приученным к тому, что он лидер этой партии, он ее создал и он ее привел к власти, он до последнего момента, несмотря на свою болезнь, он стремился удержать свои позиции вот такого вот единого лидера. И именно с этим, как полагают многие историки, был связан вот этот вот эпизод от столкновений со Сталиным. То есть, на самом деле, Ленина не устраивал не столько, может быть, даже Сталин, а сколько то, что группа его соратников в условиях, когда он стал часто болеть, и, в общем-то, было ясно, что он теряет уже работоспособность, а потом и здоровье совершенно потерял, группа его соратников попыталась как-то укрепить свои позиции в качестве вождей партии. И Ленин вот дал им последний бой, использовав в качестве, в значительной степени, в качестве предлога некоторые не очень аккуратные действия Сталина. Но Сталин вот стал такой мишенью, скорее, примерной. То есть, атакуя Сталина, Ленин подавал важные сигналы и другим своим соратникам, что он не собирается уходить, сдаваться, что он будет бороться за свое место в партии до последнего. И вот этим была вызвана вот эта вот атака на Сталина. Ленин действительно его обвинил в грубости, в том, что он недостаточно лоялен к своим партийным товарищам и предложил подумать о том, чтобы переместить его с поста генерального секретаря. Это в значительной степени, конечно, означало ослабление позиций Сталина, если бы это было сделано. Но это не было сделано. Но, правда, нужно сказать и о том, что сам этот факт ленинской атаки против Сталина, конечно же, в общем, был достаточно болезненным для Сталина, потому что означал достаточно существенную политическую дискредитацию. Ему пришлось потратить некоторое время на то, чтобы, в общем, восстановить свои позиции как вождя, который вот находится, что называется, репутация которого не оспаривается. Я бы сказал, что как политик Сталин в это время, до тех пор, пока он не утвердился у власти, это политик золотой середины. Он не проявляет открыто своих претензий на полную власть в партии, на власть в качестве единого лидера. Он старается действовать аккуратно, балансируя между различными силами. И он старается оставаться в определенном смысле в тени, пользуясь такими чисто аппаратными методами укрепления собственного положения. Ну, к числу этих важнейших из этих аппаратных методов, это, конечно, относилось на значение на различные должности, в центре, в регионах тех людей, которых он считал своими, которые были или лояльны ему, или могли быть потенциально ему лояльны. И это с одной стороны. А с другой он в этот период лавирует вот в этой узкой руководящей группе с целью быть всегда в числе большинства. Он не претендует на первую роль в этом большинстве, но он претендует на важную роль в этом большинстве. И, собственно говоря, все последующие события, то, что мы называем внутрипартийной борьбой, как раз были определены тем, что в составе политбюро, руководящей этой группы, всегда выделялось некое большинство, к которому примыкал Сталин, или даже не то, что примыкал, а играл в нем достаточно существенную роль, но еще не был общепризнанным лидером. И группа неких других лидеров, которые составляли меньшинство. Вот, собственно говоря, расклад сил, предопределявших внутрипартийную борьбу, был вот приблизительно таким. Конечно, прежде всего нужно сказать, что Троцкий был одним из главных оппонентов и врагов потом Сталина. Они взаимно ненавидели друг друга. И вот разного рода репрессии в СССР, особенно после того, как Сталин утвердился у власти, они проводились под лозунгом борьбы с Троцкизмом. Более того, Троцкизм объявлялся равным фашизму, шпионажу, предательству и так далее. И сама, я бы сказал, настойчивость, с которой Сталин стремился расправиться с Троцким, в конце концов, подослав к нему, ну так скажем, убийцу, и это была спецоперация советских служб, спецслужб, которыми руководил Сталин. Это как раз лишний связь с того, насколько он его ненавидел. С чем это было связано? Это было связано с несколькими обстоятельствами. Первое из них было, конечно, то, что Троцкий был действительно очень ярким лидером, лидером такого харизматического типа, если пользоваться вот этими фасологическими понятиями, то есть лидером очень ярким, трибуном, прекрасным оратором. То есть у него были вот с этой точки зрения все те качества, которые абсолютно отсутствовали на самом деле у Сталина. Троцкий сыграл огромную роль в годы революции и гражданской войны. В общем-то, если говорить объективно, гораздо большую роль, чем Сталин. И поэтому Троцкий пользовался огромным авторитетом, по крайней мере, в определенных слоях партии. И Троцкий, конечно, вместе с Лениным считался одним из вождей революции. Долгое время о Сталине этого нельзя было сказать. И Сталин как бы, он был на периферии событий, что, кстати, некоторым историкам позволило потом пользоваться такими образами о Сталине, как человек проспавший революции, человек, мимо которого революция прошла мимо, что, конечно, не соответствует действительности, поскольку на самом деле Сталин сыграл свою роль в революции, но не такую яркую, как Троцкий. И, наконец, нужно учитывать, что Троцкий для большевиков был политическим деятелем достаточно посторонним. Он примкнул, собственно говоря, к партии большевиков, когда партия начала бороться за власть в 1917 году. Ну, строго говоря, я бы сказал так, что Ленин, оценивая его качество бойца, борца, трибуна и крайне энергичного деятеля, позвал его в союзники для того, чтобы помочь осуществлению революции. Но для большевиков все равно он оставался человеком посторонним, с которыми он постоянно сталкивался в дореволюционные годы, они конфликтовали. Троцкий нелицеприятно высказывался и о Ленине, и о других лидерах партии. Был их непримиримым противником, что потом было, кстати, использовано против него уже, когда с ним стали бороться. Троцкий самим фактом своего существования, конечно, мешал очень многим большевистским лидерам, в том числе Сталину. И поэтому, независимо от того, предпринимал он реально какие-то шаги, иногда он их предпринимал, шаги какие-то для того, чтобы утвердить себя в качестве все-таки такой заметной фигуры большевистской партии, или не предпринимал он никакие шаги, он все равно рассматривался как соперник, потому что самим фактом своего существования. Тем более, конечно, нужно сказать, что он возглавлял Красную Армию, что имело определенные преимущества и усиливало его позиции. А большевики, которые очень хорошо знали опыт прежних революций, все время подозревали его в том, что у него есть некие бонапартийские наклонности, и что он готов, как в свое время Наполеон, использовать вот эту силу, армию в своих интересах, в интересах политической борьбы. Вот такими факторами определялось отношение к Троцкому в партии и в частности, в целом, и отношение к Троцкому со стороны Сталина. Есть точка зрения, она достаточно широко распространена среди историков, в исторической литературе, что вот эти вот оппозиции, левая и потом объединенная оппозиция, и большинство политбюро, в котором определенную роль играли, важную роль такие деятели, как Сталин, Рыков, Бухарин, Калинин, что вот противоречия между ними и борьба между ними в значительной степени определялись не столько программными разногласиями, сколько вот именно борьбой за власть. Именно борьбой за власть. Ну, конечно, в значительной степени, я думаю, это правильно, хотя игнорировать определенные политические разногласия тоже не стоят. Троцкий выступал как лидер революции, который стоит за продолжение этой революции, за ее, если хотите, определенную радикализацию и усиление борьбы вот уже с новой угрозой, с угрозой стабилизации, с угрозой, если хотите, такого застоя, с угрозой бюрократизации партии, аппараты и так далее. Поэтому он как бы постоянно выступал с лозунгами продолжения революции. Тем более, что, конечно, Троцкий был горячим приверженцем той идеи, что революция должна вылиться за пределы Советской России и затопить с собой, так скажем, вот передовые страны Европы, потому что он, как и многие другие большевики, в то время придерживался такой классической марксистской точки зрения, что революции должны победить, революции должны дозреть и победить, прежде всего, в странах передовых, с капиталистической точки зрения. Ну, эта модель, эта теория была модифицирована таким образом, что если так получилось, что Россия была наиболее слабым звеном, то мы должны взять власть в России, а потом самим фактом своего существования и какими-то мерами должны подталкивать революцию вперед. Это все не очень соответствовало интересам утвердившейся у власти партии, которая все больше и больше опасалась каких-то внешнеполитических осложнений, была озабочена тем, чтобы укрепить свою власть внутри страны, внутри СССР, и, конечно же, не без того, что происходило и определенное бюрократическое, так скажем, перерождение. Люди получали кресло, несколько успокаивались и хотели, что называется, попользоваться плодами тех побед, которые они одержали. В разной степени значительная часть политбюро, большинство политбюро поддерживали вот эти стремления по разным причинам. Некоторые хотели стабилизации, связанной с НЭПом, потому что понимали, что страну невозможно постоянно держать в состоянии вот такой вот революционной лихорадки, что нужно восстанавливать народное хозяйство, нужно как-то стабилизировать ситуацию. И поэтому, подозревая Троцкого в худшем, то есть в бандомпартизме, все политбюро выступило против него. И как бы итогом этого выступления было прежде всего лишение его, так скажем, власти в его вотчине, в наркомате военно-морских дел, то есть военном ведомстве. Вот после того, как это произошло, Троцкий практически, конечно, как политическая фигура, был дискредитирован и лишен значительной части своей власти. Но потом произошло то, что обычно происходит. Победители, среди которых особенно, конечно, выделялись такие амбициозные лидеры, как Зиновьев, которому примыкал Каменев, с одной стороны, и Сталин, который пользовался поддержкой более умеренных элементов в политбюро, ну, более умеренных фигур, таких как Бухарин, Рыков, Калинин, вот, они в конце концов между собой столкнулись. Выступая в начале объединенным фронтом после Троцкого, они столкнулись. Здесь тоже был очень ярко выраженный элемент борьбы за власть, за преобладание, за административную политическую власть. Но, конечно, вы же понимаете, что когда вожди сражаются, они не могут просто открыто заявить, что вот они хотят власти. Они, конечно, придумывают некие программные установки, и программной установкой вот этой оппозиции левой, так называемой, была атака на НЭП, что НЭП заходит слишком далеко, что слишком многое позволяется капиталистическим элементам, кулакам и так далее и тому подобное. Немножко было смешно наблюдать, как в этой, так называемой, левой оппозиции, выступавшей против НЭПа, например, одну из ведущих ролей или заметную роль играл, например, вполне успешный НЭПовский нарком финансов Сокольников, который, в принципе, своими руками этот НЭП конструировал, проводил реформу известную денежную, которая привела к появлению твердой валюты в стране. И этот пример лишний раз свидетельствует о том, что, конечно же, это было столкновение скорее неких амбиций, и Сокольников примкнул к этой левой оппозиции не потому, что она проповедовала левые лозунги, но потому, что он просто был дружен с этими людьми. И ему по какой-то причине не очень нравились другие члены руководства, которые находились, так сказать, в противоречии с этими, в против... в столкновении с этими людьми. То есть мы здесь наблюдаем вот так... некие такие... некую смесь как бы программных столкновений, борьбы за власть, амбиции, столкновения лихийных амбиций и так далее. К чему я веду? Это все свидетельствует о том, что совершенно нет оснований полагать, что они не могли между собой договориться по программным пунктам. Могли. Там речь, конечно же, прежде всего, вот шла о том, что сталкивались вот такие вот политические, политические самолюбия. Все закончилось тем, что в конце 25-го года Зиновьев и Каменев, как и их сторонники, были разгромлены. И спустя некоторое время, причем Троцкий поддержал в данном случае, занимал очень нейтральную позицию, никак не поддержал вот этих вот оппозиционеров. Но со временем они не нашли, так сказать, ничего более умного, как вступить в союз с Троцким против большинства политбюро. Это произошло буквально через какой-то очень короткий промежуток времени в 26-м году. И это, конечно, была огромная ошибка и политическая, и тактическая, потому что, которая лишний раз свидетельствовала о том, что действительно речь шла о борьбе, ну, что называется, самолюбии, политических каких-то претензий. Потому что те люди, которые громили Троцкого как бонапартиста и человека, претендующего на власть, вдруг становятся его союзниками в борьбе уже против большинства политбюро. И в значительной степени это изначально предопределило вот слабость оппозиции и привело к тому, что они, конечно, проигрывали в этой борьбе с большинством политбюро. Но важную роль играло уже и то, что вообще, собственно говоря, расклад сил в политбюро в значительной степени уже определял общий расклад сил в партии. Те, кто держали в своих руках политбюро, те, как правило, побеждали в стране и в партии. И поэтому вот это вот большинство политбюро, которое программно придерживалось как бы НЭПовской ориентации, это Сталин, Рыков, Бухарин, Томский, Калинин, Молотов, Ворошилов. Они одержали победу вот в борьбе с этой группой так раскольников, как их тогда называли. И все это привело к тому, что в 2027 году оппозиция потерпела окончательное поражение. Самые разные, это очень интересная история того, какие методы внутрипартийной борьбы применялись там. С обеих сторон, в общем, действовали достаточно грубо. Но, конечно, гораздо грубее действовало большинство политбюро, потому что у них в руках был аппарат, скажем, органов госбезопасности, которые они не стеснялись применять против оппозиционеров, что было неслыханно в те годы, потому что как бы партия должна была, члены партии пользовались определенным политическим иммунитетом. И они не были, так сказать, объектом, не должны были, по крайней мере, быть целью действий карательных органов. Но, тем не менее, это потихонечку, как бы постепенно уже началось те годы. И в 1927 году оппозиция практически была разгромлена. Многие были исключены из партии, попали в ссылку. Троцкого самого выслали, и Зиновьева с Бухариным тоже выслали. Многих более рядовых оппозиционеров, так скажем, тоже их отправили в ссылку. И, конечно, некоторые из них, осознав, что все дело проиграно, начали писать всякого рода покаяния, их вернули в партию, назначали на некоторые такие второстепенные, относительно второстепенные должности. Это был очень важный этап внутрипартийного развития, который привел, по крайней мере, к двум, который имел два очень важных последствия. С одной стороны, из руководства партии были устранены очень важные такие знаковые фигуры, которые могли бы в будущем составить некую основу коллективного руководства. И их сторонники тоже были устранены из партии, то есть функционеры такого среднего уровня, среднего звена. И, во-вторых, в партии приобрела очень важный, негативный опыт крайнего ожесточения в борьбе за власть. То есть, были преодолены некие барьеры, которые ранее сдерживали вот это ожесточение, которые ранее сдерживали, ну, скажем, ставили определенные заслоны, определенные пределы на пути вот этой борьбы. То есть, если раньше чего-то было нельзя, то теперь стало можно все. И это, конечно, со временем вот как бы укреплялось, накапливалось и в конце концов вылилось в один взрыв, когда началась борьба с правыми, а потом уже в последующие взрывы, когда Сталин стал более так методичный и серьезно захватывать власть в свои руки. Картина была достаточно противоречивой. Дело в том, что во многом благодаря стабилизации экономической большевистские вожди как раз позволили себе такую роскошь, как вот внутрипартийная борьба и столкновение, драка между собой. В значительной степени это определялось именно тем, что позиции партии укрепились. Благодаря НЭПу положение в стране несколько стало уже выправляться. И, конечно, уже в прошлом остались и вот эти вот выступления крестьян, которые, собственно говоря, привели к НЭПу. и голод вот в этот период, период 24-25-26 годов, когда мы наблюдаем 27-го, когда мы наблюдаем острую борьбу за власть, это период относительно благополучного положения экономики, по крайней мере, это не голодный период и период достаточно высоких темпов экономического роста. Конечно, в стране было неспокойно, конечно, было много недовольных, конечно, был все еще очень низкий уровень жизни населения, конечно, еще было живо то поколение, которое как бы ожидало от революции гораздо большего и думало, что вот это вот светлое будущее уже вот-вот не за горами, оно все никак не наступает и это вызывало определенные противоречия и борьбу. И внутри партии были группировки, которые были недовольны вот этой вот бюрократизацией, поэтому поддерживали таких вождей, как Троцкий и Зиновьев. Но в целом это достаточно благоприятное время. И нужно сказать, что вот это внутрипартийная борьба и усиление таких политических страстей и попытки накалить обстановку и создать такую обстановку ну что ли военного лагеря, который окружен врагами. Особенно это ясно, вот эта линия ясно обозначилась в 27-м году, когда ухудшились действительно отношения, скажем, с Великобританией, были разорваны отношения, когда был убит посол СССР в Польше Войков, от имени которого все никак не избавится метро Войковская. И другие были такие важные события в Китае, в других регионах мира, которые позволили руководству поднять на щит вот эту вот идею внешней угрозы. Возникло явление, которое историки называют военной тревогой, то есть в стране появились опасения того, что вот-вот война, и это достаточно негативно стало влиять на экономику, на политическую жизнь, и в конце концов тоже подготовило следующий виток борьбы за власть. Сталин все время занимал среднюю линию, я бы сказал, и понимая, что большинство в политбюро настроено на НЭП и предпочитает стабилизировать ситуацию внутри страны при помощи экономических прежде всего реформ, он поддерживал очень долго эту линию, до тех пор, пока не решил сам столкнуться с этим большинством политбюро, и тогда он резко поменял свои взгляды и из приверженца НЭПа стал приверженцем тех левых идей, которые вот он только недавно осуждал, борясь с левой и потом объединенной оппозицией. Когда Сталин повернул налево, то оказалось, что те его союзники, которые вместе с ним боролись против левых, оказались с правой стороны. Но это как бы мы можем даже представить себе просто в виде нашего движения обычного. Если мы идем с кем-то и кто-то и уходим налево, то кто-то остается по правую от нас руку. Вот. И собственно говоря, получилось так, что он в общем предложил ту программу, которую ну по крайней мере в значительной своей степени отстаивали вот его политические оппоненты левые. Хотя очень быстро он пошел гораздо дальше их. И в общем в конце концов он предложил, если все называть открыто своими именами, хотя это все конечно маскировалось разного рода фразеологией и так далее. Но фактически он предложил свернуть новую экономическую политику и попробовать нечто новое. То есть отвернуться от преимущества экономических методов руководства и уже использовать и полагаться на методы так скажем политические методы силовые. Методы силовые. И это конечно вызвало определенное недовольство той тех его союзников, которые собственно говоря поддерживали с которыми он вместе с которыми он боролся с оппозицией в 20-х годах. Они были достаточно близки в тот период, когда вместе боролись с этими левыми оппозициями. Бухарин вполне устраивал на самом деле Сталина со многих точек зрения. И прежде всего потому, что вопреки нашим представлениям позднейшим Бухарин не был равен Сталину в своих политических амбициях. То есть если Сталин был человеком амбициозным с точки зрения политической, то есть претендовал на некие первые роли, то Бухарин вполне довольствовался местом одного из вождей партии, то есть местом члена руководства коллективного. Впрочем, все остальные тоже. Таковым был и Рыков, таковым был и Калинин, и не говоря уже о тех деятелях, которые шли в фарватере Сталина, например, Ворошилов. И в связи с этим Сталину эти люди для Сталина они были вполне удобны. Но только до той поры, пока он все-таки не решил возвыситься над всеми, когда он решил уже не довольствоваться ролью одного из, пусть и важных, но все-таки одного из членов коллективного руководства, а когда он решил стать, ну так скажем, уже первым вождем, пока что первым вождем, первым среди равных. И, собственно говоря, если мы посмотрим на его программу слома НЭПа и вот этого левого поворота, большого скачка, то мы, конечно, в ней увидим как следы некой чисто управленческой экономической теории, то есть того, что НЭП от себя и живает, надо попробовать что-то другое, так и несомненные следы претензии на власть. Потому что вполне очевидно, что любой лидер для того, чтобы стать лидером, он единоличным лидером, тем более, он должен выдвинуть некую политическую программу, отстаивать ее, эту программу и требовать подчинения этой программы всех остальных. А коллективное руководство предполагает нечто иное. Оно предполагает несомненно некий консенсус, некие обсуждения, корректировки, некие промежуточные решения. Оно предполагает, что программные положения, не говоря уже, конечно, и о каких-то оперативных решениях, сиюминутных решениях, они должны быть результатом некого согласования и некого баланса сил. Вот Сталин бросил этому видению партийной политики свой вызов и в результате борьбы, которая разведала в 1928-1929 году, была достаточно острой и не имела таких уж очевидных последствий для Сталина и для его противника. Все балансировало некоторое время. Но, тем не менее, в силу разных причин, которые, конечно, можно обсуждать, но это очень большой и специальный разговор, в конце концов, Сталин и его сторонники, нужно это подчеркнуть, не один только Сталин, но Сталин и его сторонники в политбюро, вот в результате этой борьбы, интриг, столкновений, они в конце концов одержали победу. И вот сложилась уже новая политическая конфигурация, когда было коллективное руководство, опять же, но уже более ограниченное, потому что такие деятели, как Бухарин, Рыков и Томский, они как бы оказались за рамками этого коллективного руководства, но это было новое ограниченное коллективное руководство, в котором Сталин уже играл роль первого вождя. Сталин, одержав, и его сторонники, одержав победу, стали, начали реализовывать вот эту вот линию большого скачка, революции сверху, или, как сам Сталин говорил, великого перелома, которое заключалось в проведении коллективизации, предполагавши, что страна будет состоять, сельское хозяйство будет состоять из колхозов, и колхозы превратятся в такие полугосударственные структуры, из которых государство сможет совершенно безнаказанно, не считаясь ни с какими экономическими расчетами, изымать ресурсы, продавать их за границей, прежде всего хлеб, конечно, и на эти деньги строить тяжелую промышленность. Причем строительство тяжелой промышленности тоже предполагалось не по какому-то, условно говоря, экономически обоснованному плану, а, так скажем, революционным способом, то есть способом натиска, способом наращивания плановых показателей и массовых закупок оборудований и целых предприятий на Западе. часто мероприятий не вполне экономически просчитанных, что привело к срыву, к экономическому срыву. Это не только у нас произошло, потом мы это в Китае, например, наблюдали при Мадзе-Дуне. Вот такие, так скажем, командные способы управления экономикой, они, как правило, достаточно быстро заканчиваются срывом. Это, так скажем, экономическая составляющая. Политическая составляющая заключалась в том, что вот это новое большинство политбюро поддержало Сталина в его курсе, в его претензиях на роль первого лидера, шло в его фарватере, но, тем не менее, и они сами, и Сталин до определенного времени считался с тем, что в партии существуют определенные традиции все-таки коллективного руководства. И вот эти люди чувствовали себя до определенной степени все-таки такими партийными олигархами, с которыми Сталин должен был считаться. У каждого из этих партийных олигархов была своя, так скажем, вотчина, своя сфера, где он пытался быть тоже самостоятельным вождем, имел своих клиентов, защищал этих клиентов, принимал решения в той или иной области, которые отчасти подчинялись общей линии, но отчасти были и самостоятельными. И все это продолжалось до тех пор, пока Сталин не почувствовал себя достаточно сильным для того, чтобы очередной раз перестроить эту систему и в конце концов ликвидировать последние так скажем ростки, последние проявления коллективного руководства, унаследованного вот от того героического этапа развития партии, которые мы наблюдали в дореволюционный и в первый послереволюционный период. Произошло это главным образом в период так называемого террора 1936-1937-1938 годов, когда Сталин обрушил так называемые массовые операции, ну и мы их называем репрессиями, на самом деле это были массовые операции наркомата внутренних дел, на значительную часть населения страны, но которая подозревалась в нелояльности или в потенциальной нелояльности, но также и на номенклатурную прослойку и на аппарат. И соответственно пострадали и представители среднего звена номенклатуры, но и многие руководители политбюро. Были расстреляны несколько руководителей политбюро, например, Чубарь, Кассиор, Рудзутак, несколько других, постышев, но те, кто сохранили свою жизнь, они были поставлены в очень тяжелое подчиненное положение, то есть они сами находились под угрозой ареста, а что касается их ближайших сотрудников и иногда даже и родственников, то здесь были проведены такие меры прямого устрашения и некоторые из членов окружения этих членов политбюро, они тоже попали под удар репрессий. И, конечно, вы понимаете, что в такой ситуации вот эти люди, которые считались соратниками Сталина, поддержавшими его, они, конечно, уже не имели возможности предъявлять некие политические претензии, претензии на определенную хотя бы самостоятельность и они попали в зависимость от вождя. Таким образом, с этого периода мы можем констатировать изменения достаточно существенные в советской политической системе. Историки называют их по-разному, некоторые говорят там о том, что это был период тирании, некоторые, что это был период окончательного утверждения диктатуры Сталина. Ну, мы можем сказать о том, что это, конечно, несомненно, был период утверждения Сталина в качестве единовластного вождя, который принимал единовластно, единовластно, без особых консультаций с соратниками, все принципиальные решения, касавшиеся судьбы страны. Постепенно были уничтожены все лидеры бывших оппозиций, и не только лидеры. То есть, были расстреляны Зиновьев, Каменев, Бухарин, Рыков, Томске покончил жизнь самоубийством, и таким же образом были уничтожены, так скажем, функционеры, примыкавшие к оппозициям среднего уровня. Более того, в этот период поднимались архивы партийные и специально искали стенограммы заседаний всякого рода собраний и так далее, и выявляли тех людей, которые выступали в поддержку оппозиции или голосовали за оппозицию, и их тоже арестовывали. То есть, была проведена вот такая массовая чистка, которая была призвана либо уничтожить оппозиционеров, либо поставить оппозиционеров всех уровней, и высшего, и среднего, и низшего, либо изолировать их, направив, например, в лагеря и так далее. И вот это была такая чистка, которая окончательно ликвидировала саму память даже о вот этой внутрипартийной борьбе 20-х годов. Всегда, когда в историю вмешивается политика, это всегда будет повод для дискуссии и неопределенности, потому что здесь уже работают разного рода не скажем так ненаучные факторы. То есть, эта проблема отчасти превращается в предмет политических игр, или, если хотите, верой для кого-то, а когда человек верит во что-то, то его аргументы совершенно не волнуют. И я думаю, что мы в конце концов придем к какому-то более однозначному взгляду на Сталина, как руководителя, не раньше того, как улягутся политические страсти, не ранее того, как он превратится исключительно в исторический персонаж, но не политический. Сейчас это такой историко-политический персонаж в нашей стране. Но что здесь знаете, вообще однозначные оценки, они всегда достаточно сложны, потому что речь в конце концов идет не об одном только Сталине, речь идет о целой эпохе, когда работала и проявляла героизм, это несомненно, потому что это вообще было несомненно героическое и очень жертвенное, если хотите, поколение вот наших в нашей истории, то есть это наши дедушки, прадедушки, это люди, которые пережили очень тяжелое тяжелое время и проявили себя в нем в целом достойно, хотя как в любом времени было там все, вот, и поэтому тут по крайней мере нужно вводить вот это вот объяснение, что были вожди, но был еще и народ и не всегда что называется мы можем поставить знак равенства, какие-то между ними, в какие-то этапы, на каких-то этапах вожди, что называется максимально приближались к народу, на каких-то этапах максимально отдалялись от него. Что тут можно сказать? В любом случае я бы подчеркнул вот одну такую важную идею с моей точки зрения, что как бы мы не оценивали сталинский период, а это конечно был период форсированной индустриализации, превращение страны из аграрной в индустриальную, это был период победы, вот, все это было оплачено огромной ценой, собственно говоря, это один из важных пунктов разногласий в современном обществе, где та позволительная цена, которую можно было заплатить вот за эти свершения и нельзя ли было достичь тех же результатов гораздо более не прибегая к таким ужасным жертвам. Но в любом случае мы можем сегодня сказать совершенно определенно, что сам Сталин и предложенная им модель развития это исторически приходящая модель. То есть это модель того этапа развития страны, когда страна индустриализировалась, превращалась стремительно из крестьянской в индустриальную, когда происходили колоссальные социальные изменения и такие можно даже сказать тектонические сдвиги в нашем обществе, когда главным показателем развития страны было количество выполненного чугуна или количество произведенных танков и несомненно мы ушли и очень далеко ушли от этого времени и сегодня у нас совершенно иное общество и совершенно иные задачи перед ним стоят и чугун как скажем основной системообразующий показатель экономического развития конечно сегодня не играет никакой роли мы прекрасно понимаем что играет сегодня роль это эпоха технологий это эпоха то что иногда политики раньше называли человеческого фактора то есть это эпоха мозгов если хотите и диктатуры в такие эпохи не работают они всегда проигрывают они не способны решать вот те задачи которые необходимо решать при помощи микроскопа они хорошо действуют просто скальпелем причем таким большим скальпелем и поэтому меня например совершенно не убеждают вот призывы некоторых современных политиков которые поддержатся определенной частью нашего общества о возможности возвращения в сталинское прошлое я не понимаю каким образом сталинское прошлое может быть актуально сегодня и какую пользу оно нам сегодня может привести скорее с моей точки зрения воспроизведение этих методов может привести принести только вред и отбросить страну от каких-то надежд и все-таки постепенного продвижения вперед и нет это ? а и в в в Продолжение следует...